Друзья, всем привет! Ну, опять у меня стрепня. Ну, хоть что вы со мной делаете. Опять я буду делать пирог. Пирог сладкий, пирог творожный. Очень интересный он смотрится внешне. Рецепт нашла в интернете. Решила вместе с вами его опробовать. Значит, начнем с начинки. А в первую очередь, что мы сделаем? Туда идет мак. Мак взяла вот два пакетика по 40 граммов. И сейчас мне его нужно замочить в горячей воде. Это самое первое, что нужно сделать. Так, ну и просто из термоса заливаю водой. Вот так. Залили и пусть он у нас набухает. Вот, отставили в сторонку. Пока занимаемся тестом, начинкой, он у нас и набухнет. Так, ну, теперь расскажу про начинку. Я уже все сюда сложила. Сейчас только озвучу. Творог мягкий такой. Взяла 500 граммов. 100 граммов сахара. 2 яйца. Небольшую такую щепоточку ванилина. И 60 граммов крахмала. Крахмал можете взять, какой есть. Можно и картофельный, можно и кукурузный. Так, начинку нужно будет пробить блендером погружным. Так, ну я пока озвучу, что уже пойдет в тесто. И потом займусь начинкой. Для теста нам понадобится... Взяла 240, ну, в общем, насыпала 240 граммов муки, 140 граммов масла. Одно яйцо, сметана, немножко сахара, 2 ложки потом положу в процессе замеса. Ну, в общем-то... Ну, и чуть-чуть тоже ванилинчик сыпнула. А, и щепоточку соли. Так как на масле тесто, значит, немножко надо соли добавить. Так, ну что же. С чего начать? Тесто или начинка? Начнем, пожалуй... Пожалуй, начнем с теста, так как его тоже нужно замесить и убрать в холодильник. Так, мак у нас набухает. Все, что делаем с маслом? Масло нарезаем. Оно из холодильника, такое не талое. Но нам такое и нужно. Будем делать песочное тесто. Нарубили его на комочки. А теперь перетираем с мукой. Можно делать это вот как на слоеное тесто мы делаем, да? На терке. Ну, тут его немножко, собственно, можно сразу вот так перетереть просто. И все. Много времени это не займет. И вот в такую крошку перетираем, перетираем. Получится у нас тесто такое, как песочное, нежное, рассыпчатое, мягкое. При нарезке должно быть, не должно быть оно жестким и хрустящим, оно должно быть нежным. Все, вот такая крошечка получается. Так, теперь... Так, теперь вливаем яйцо. Пришлось мне выключить и отмыть руки. Они у меня в масле и в муке по уши были. Так, всыпаем две ложки сахара. Думаю, что достаточно. И добавляю ложку хорошую вот такой сметанки. И опять же, все это нужно хорошо выметить. Так, а разрыхлитель-то я не положила. Вот мое упущение. Хорошо, что вспомнила. Так, добавили разрыхлитель. Чайную ложку. И хорошо вымешиваем. В консистенцию смотрите, как... Если, например, масло окажется слишком талым, тогда муки, возможно, уйдет чуть больше. Вот, видите, тесто получилось такое... Все-таки мягкое, мягкое, мягкое. Чуть-чуть я добавлю муки немножко. Иначе... Нам его просто не раскатать такое мягкое. Подмесила еще 50 граммов муки. И вот такое вот тесто получается. Вот такое вот оно нежненькое, хорошее. Средней густоты. Все. Теперь его убираем в холодильник. Пока занимаемся начинкой, оно у нас там полежит. Так, ну а теперь вот это все я пробиваю блендером. А мак еще немножко. Его нужно будет сцедить, слить в воду. И он у нас будет готов к начинке. Но сюда его не надо. Пока. Взбили. Когда взбила, значит, что у меня там было, да, эта масса показалась мне густоватой. Я добавила 2 столовые ложки еще сметаны. Нужно, чтобы она вот такая вот была все-таки немножко растекалась. Но мы же знаем, что там крахмал, да? И убежать эта начинка из пирога никак не сможет. Крахмал ее задержит. Теперь эту начинку делим зрительно пополам. Но вторую часть, можно сказать, чуть меньше, да? Вот так. И эту часть откладываем. Так, наоборот. Большую часть откладываем в тарелку. Если не надеетесь на свой взомер, то можно на весах разделить или как-то это, что ли. Или ложками вот так в разные посуды, ну, в разные тарелочки. Так, вот. Большую часть, так сказать, убрали. А сюда, в меньшую часть, мы добавляем мак. И еще раз я хочу это перебить блендером. Погружным. Ну, чтобы немножко мак, как бы, да, раскрылся чуть-чуть. Свои вкусовые качества отдал. Вот. Две начинки, считай, у нас готовы. Все. Теперь раскатываем тесто. Выпекать можно в разъемной форме. Но, опять же, я по причине ее отсутствия, надо все-таки мне нормальную форму купить, буду выпекать вот в такой сковородке. Теперь достаём тесто и раскатываем круглый пласт. Столк подпыляем мукой. Достаём тесто. Оно уже остывшее такое, хорошее. И раскатываем. Раскатываем больше диаметра формы или сковородки на сантиметра два. Теперь наматываем на скалку. Муку убираем. И выстилаем форму. В общем, бортики делаем тоже примерно так вот, из расчета тех двух сантиметров. Вот так. Выравниваем. Края, опять же, можете как-то придумать. Или просто ровненько вот так вот прижать. Собственно, эта роля никакой не играет на вкусе пирога. Только чисто, как сказать, эстетически. Всё. Так, ну я сейчас подумаю, чего-нибудь тут придумать. Опять верёвочку заплести, что ли? Ладно, сейчас посмотрим. Ребята, у нас выключили свет. Испекла я пирожок. Ну ладно. Видно, надеюсь, пока телефон не разряжен. Значит, с краями что решила сделать? А просто вот такими сделаю зубчиками. Просто вот так прижимаю. Вот такие вот. И делаем такие зубцы. Будет это гораздо симпатичнее, чем, например, просто рваный, некрасивый край. Вот так. Всё, доделываю. Ну, начинку пока не буду выкладывать. Не знаю, насколько. Без предупреждений. Фашиста, блин. Смотрите, что получилось. Вот такие вот резные края. Ну всё. Теперь убираю я это всё в холодильник. И поехали, наверное, мы в сад собирать. Чего-нибудь. Смородина там поспела. А потом уже наверняка включат. И будем допекать с вами пирог. Ну, начинками, я думаю, что ничего не случится. Всё убираю в холодильник. Итак, друзья, прошло 2 часа. Короче, мы съездили уже в сад. Собирали там смородину. И всё такое. Малину. Значит, что. Начинка пока стояла у меня в холодильнике, немножко загустела. Добавила сюда, наверное, ложки полторы столовых кипятка из термоса. И чуть-чуть вот её оживило, так сказать. Всё, теперь начинаем выкладывать. Так, выкладывать будем по очереди. Вот так вот. Одну начинку. Две ложки. Вторую в центр. Так. И вот так чередуем. Масса будет растекаться. И заполнять весь пирог. Немножко можно вот так встряхивать, чуть-чуть. Чтобы она расходилась. В общем, чередуем. В общем, выложила я начинку. Конечно, эти 2 часа без света сыграли злую шутку, так сказать. Массы застыли у меня. Как сказать, загустели в холодильнике. Вообще, они должны быть одинаковые по своей консистенции абсолютно. Вот. В данном случае рисунок не держится. Ну, всё. Теперь ставим выпекать. Если вы будете делать, у вас будет всё нормально. У меня вот такой форс-мажор. Так, значит, что? Ставим выпекать. Ну, при температуре 180, ставьте. Я ставлю в своей духовке на 200. Где-то примерно часок будет стоять. Потом посмотрим, какой получился пирог. Итак, друзья. Пирог испёкся. Постоял он у меня 50 минут. И уже прекрасное. Тесто зарумянилось хорошо. И начинка. Начинка, смотрите, как она поднялась. Ну, это всегда такое свойство у творога, да? Когда выпекается, оно прям шапочкой поднимается. Потом, возможно, вот когда остынет, это, возможно, может осесть. Вот. Ну, хотя тут с крахмалом, может быть, оно и будет держать форму. Да, конечно, результатом я не очень довольна. Должен был быть чётко выраженный рисунок. Вот эти вот кружочки. Белый, чёрный, белый, чёрный. И потом, вот где шпажка, я вот так вот провела. Вот эти вот. Ну, должен был быть в середине такой цветочек. Вот из таких полосок. Вот из таких полосочек красивых. Вот. Но вот так вот меня подвело электричество. Жалко, конечно, хотелось бы увидеть красивый результат. Ну, да ладно. Как уж вышло. У вас будет лучше. Я знаю. А теперь давайте посмотрим, как он будет выглядеть внутри. Он ещё, конечно, тёпленький. Его бы остудить. Но у меня, как всегда, не хватает терпения. Тесто прекрасно, мягкое. Очень такое. Вот такая вот маковая зебра получилась. Вот такой кусочек. Теперь хочу попробовать, что это получилось. Ой, всё такое мягкое. Тесто нежное, рассыпчатое. В меру сладкое. А начинка это просто супер. Такая нежная-нежная. Ко вкусу творога примешивается такой вкус мака. Чашечку чая. К этому пирожочку срочно. И очень-очень вкусно. Вот такие слои. Вкусный пирог. Попробуйте сделать. Не пожалеете. Ну, всё. Вот такой рецепт. Конечно, жалко, что получилось вот так. Хорс-мажор у меня. Ну, да ладно. Вот так внутри он выглядит. Слои видны, да? Хорошо. И внутри цветочек. Всё. С вами была Наталья. Бегите, делайте. Пробуйте. Не бойтесь. Всё. У вас получится. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok